Это настал тот момент, когда я стал богаче тебя, я тоже могу раскидываться деньгами. Спи, мы выходим смотреть, что с рынком. Да, ровно 100, и цена продолжает расти. Вау, да тут на всё цена стала расти. Мне это очень нравится. Последний раз спим, и идём продавать, всё. Надеюсь, там слаймы мои с голоду не помрут, а то я уже несколько дней сплю. 114, 83, ну всё, ну вот-вот-вот-вот, сейчас точно последний раз. Круто, цена всё растёт и растёт. Вот, 119. Ох, пойдём продавать это всё дело, ну ничего себе, сколько здесь око-оки. Для начала мы сходим в маленький тайник с моими плортами. Они находятся вооот тут, я их вообще не стал продавать и положил их в этот силус. Тут их более 155 штук. Я возьму только 50 и уже под конец продам оставшиеся. А сейчас мы идём на ферму Огдена Ортиса к нашим саблезубым слаймам. И у меня на той ферме более 600 плортов. Вы представляете, какие же это большие деньги, да? Погодите, погодите, я тут забыл о очень важной вещи. Надо вас покормить перед тем, как продавать ваши плорты. Потому как после того, как я их всех продам, цена обрушится на дно. И они будут стоить буквально 10 ньюбаксов. В то время как сейчас они стоят более 100 ньюбаксов. А вот, кстати, и сила с полной плортов. Но, я забыл поставить сюда коллектор плорт-маркета в предыдущей серии. И прямо сейчас мы это сделаем. Вот он. Мы будем брать отсюда плорты и моментально продавать их здесь. И, кстати, денег без вас я тоже накопил немало. Целых 35 тысяч. Погнали их продавать. 119 ньюбаксов просто летят ко мне. Очень быстро. Цена пока что не падает. А вот и вторая партия. Держи. Ну вот и всё. Наконец-таки у меня есть 100 тысяч ньюбаксов. Но, к сожалению, скоро все эти деньги уйдут к 7Z. Ради того, чтобы она мне дала много всяких крутых улучшений. Ну вот и всё. Силос был успешно опустошён. А мой кошелёк был успешно набит деньгами. Идём к следующему Силосу с плортами. Ну что, как у вас дела на рынке обстоят? Ой, смотрите, цена до сих пор растёт. Как это так? Я столько плортов продал. Значит, вы хотите ещё? Ну всё, следующей серии вам будет ещё. Ух, сколько я вам принесу этих плортов. Деньги у меня есть, но пока что тратить я их не собираюсь. Думаю, следует начать с загонов. Я бы хотел переместить вот этих розовых ларга к нашей лаборатории. А то это неэкономно таскать эти плорты за 3-9 земель. С чего бы начать? Думаю, с еды. Берём одну сердцеклёвку и побежали к нашей лаборатории. Покупаем загончик, а затем покупаем участок земли. На котором, как ни странно, будет расти сердцевёкла. Да, уж, конечно, вас будет довольно долго таскать от одного места к другому. Ну ничего, я думаю, вот так вот попаду? Да, я попаду. Вот тогда всё хорошо. Как вы можете видеть, это последний розовый ларга. Я, наконец-таки, закончил это делать. Осталось лишь продать те два загона и начать развивать вот эти два. Наконец-таки у меня начнутся глобальные продвижения в науке. Начну я, пожалуй, с того, что соберу всю эту сердцевёклу, которая валяется на земле. И продам вот этот участок. Далее я хотел бы взять вот эти плорты и тоже продать этот участок. Ну и последние штришки это взять и переместить игрушки в тот загон. Вы думаете, что я сегодня больше не буду возиться с моими миленькими слаймами? Нет, в этой серии мне нужно восстановить загон с мяуруми ларга. Потому как их плорты сильно ценятся в науке. Начнём мы, пожалуй, с того, что купим загончик и купим участок земли. Та-дам, всё готово. Осталось лишь взять этих миленьких котиков. Но, с кем же я буду их скрещивать? Конечно же, с каменными слаймами. Как же без них? Вау, мне кто-то звонит. Кто же мне звонит? Ну давай, Боб. Эм, он просит курицу. А взамен он даёт всякую ненужную дребедень. Нет, мне это не надо. Я пойду возиться с мяуровыми слаймами. Хотя нет, надо сначала поспать, а иначе они не будут спавниться. Всё, день наступил. Что там на рынке? Вот, смотрите, как упало. Вот как всё падает. А это растёт, это тоже растёт. Мяуровые слаймы, вы где? А вот и он. О, это не тот. Ну ты не тот. Ну ты понимаешь, ты мне вообще не нужен. Уходи. Кому говорят, уходи. Ты мне не нужен. Видишь, я и так богатый. Видишь, это настал тот момент, когда я стал богаче тебя. Я тоже могу раскидываться деньгами. А вот и наша кисочка. Иди сюда. А вот и ещё две киски. Даже три, да даже четыре. Да ты снова пришёл передо мной поипендриваться? Ну ты же понимаешь. Всё, ты мне больше не нужен. Ты никто в этой жизни, понял? Никто. Уходи. Кстати, пока я разговаривал с моим старым другом, я накопил нужное количество слаймов. Так что теперь мы идём домой и начинаем всё это ставить. Сердцевёкло растёт. И вы тоже растите. Удачи вам. Я надеюсь, вы не будете слишком агрессивными и слишком весёленькими. Главное, чтобы тут было процветание и всё было хорошо. Так как у меня ещё очень много денег, я могу себе позволить купить все эскизы, которые у меня есть в строительном магазине. Ой, сколько у меня уже денег ушло, вы поглядите. Сто тысяч осталось. Но зато больше эскизов нету. Мне нужно пойти потратить деньги на 7-Z. Музычка крутая. Она меня заставляет тратить. Шестьдесят тысяч. Бам! И нету шестидесяти тысяч. Кстати, я даже не прочитал, что мне это дало. Бесконечная гора. Мой ранг. А следующий ранг это бесконечная гора 2. Цветности сердечный блок ультра. Семьдесят пять тысяч. Ну, мне практически хватает, но я не вижу смысла дальше прокачиваться, потому как улучшений крутых там нету. А вот когда будут свободные деньги, вот тогда мы об этом и поговорим. Мне открылось какое-то улучшение, но я не знаю, что это за улучшение. Сердечный блок ультра? Почему сердечный, я не понял. Это что за баги? Всё распродано. Ну ладно. Это получается, теперь я могу хранить целых сто плортов у себя в адвентаре? Ведь так? Так, скажите же, что это так. Да, это действительно так. Наконец-таки настал тот момент, когда я буду меньше тратить времени на то, чтобы забрать все плорты от своих слаймов. Но чем же мы займёмся теперь? А теперь я хотел бы хоть как-то озолотить свою ферму. Показать, что я роскошный чел, у которого есть много денег. И в этом мне поможет не только вот эта статуя, но и золотой гордо. В предыдущей серии я пытался его сделать, но эти попытки были напрасными. Я не знаю, куда его поставить, слишком сложный выбор. Ну предлагаю убрать отсюда вот это дерево и поставить его вот сюда. Вот. А сюда мы поставим ловушку гордо для профессионалов. Она мне открылась в тот момент, когда я купил улучшение для Саванзи. Ну так вот, мы его поставим сюда. И как только мы будем выходить из нашего дома, на нас будет смотреть золотой гордо. Такой красавчик. Ну что же нужно для этой самой ловушки? Вау, мне всего хватает. Ну и тогда нормально, изготавливаем. Та-дам, ловушка гордо для профессионалов. Я думал, это будет немного сложнее. Ну да ладно, какая разница? Его нужно очень аккуратно поставить. И ведь если я его не поставлю аккуратно, то всё будет очень-очень плохо. И не будет выглядеть красиво. А я хочу, чтобы выглядело красиво. Да тут даже фиолетовый цвет, цвет редкости. Дерево. Нет, это дерево плохое, вы понимаете? Нужно его вообще отсюда убрать. Потому что будет идти тень от этого дерева на моего гордо. Я не хочу, чтобы так было, понятно? Куда бы тебя поставить, деревца? А вот сюда я тебе поставлю. Прекрасное место, не правда ли? Не ожидала такого поворота событий? И вообще, Беатрикс довольно сильная, если она может таскать деревья. А вот, кстати, наш золотой имбирь, который мы опять же нашли в предыдущей серии. То, как мы его поставим на эту ловушку для гордо, это тоже очень важно. Итак, мы выходим отсюда. И идём вот сюда. Хоп. Всё, красотулечка. Эх, поскорее бы из тебя вылупилось что-то интересное, а не вот это вот создание. Не знаю, заметили ли вы в течение всей этой серии или же нет, но я понаставил кучу буров, кучу насосов и кучу пасек. Так, пора бы забирать с них плоды. Интересно, выпадет ли мне что-нибудь дорогое отсюда? К примеру, странный бриллиант или много спириального пара. Ну, гексосота выпало, это видно. Вау, некоторые буры закончились. Ну ладно, надо будет с ними ещё повозиться. Воу, два спириальных пара, уже хорошо. О, смотрите-ка, странный бриллиант выпал. Прекрасненько. Ночной, пожалуй, с насоса. Далее сделаю немного пасек. И, конечно же, бур. Как же без него? Осталось лишь всё это поставить. Нереально много ресурсов мне обеспечено. Вот это я понимаю, хороший инженер. Но теперь мы можем сходить поспать и посмотреть, что же с нашим золотым гордо. Появится он или же мы потерпим очередную неудачу. Погнали. Итак, оборачиваемся. И да, серьёзно, появился наш золотой гордо. Ура, наконец-таки. Признак богатства моей фермы здесь. Это ты, мой дружочек. Ты понимаешь, насколько же ты крутой? Конечно, ты немного не в ту сторону смотришь. Ну да ладно, какая разница? Главное, что у меня есть не золотой слайм, а золотой гордо. Ой, смотрите-ка, всё закончило работать. Надо бы это всё понасобирать. Снова странный бриллиант. Бур, ты мне уже второй раз подряд странный бриллиант даёшь. Ты молодец. Умничка. Ты тоже умничка. Ты мне дал какой-то пепел. А вот остальные меня что-то особо не радуют. А хотя нет, вот и второй странный бриллиант. Ресурсы у меня есть, но я даже не знаю, что мне сделать. Это очень интересный вопрос. Вот я хочу сделать фиолетовую слаймовую лампу. Мне на неё хватает ресурсов. Это будет прекрасный интерьер. О, может ещё колонну сделать? Ой, стоп. Перечный джем. Аааа, интересно-интересно, у меня такого нету. Ну тогда сделаем сияющие скалы. Ну и из любопытного, почётное место слайма. Для этого нужно много индигониума. Сейчас я сделаю немного буров и пойду и поставлю их в карьере индиго. Дабы получить много-много индигониума. Ой, смотрите, мне новый эскиз доступен. Устранитель модной капсулы. Специальная модная капсула для снятия модных аксессуаров со слаймов. Ну да, круто-круто. Такс, бур-раз, бур-два, бур-три. Работайте, мои друзья, я скоро к вам вернусь. По поводу декора, куда же мы его поставим? Лампу я хотел бы установить куда-нибудь сюда. Потому как она светится. И как раз всё идеально. Вау, она так красиво выглядит. Слушайте. А мне нравится. А по поводу сияющей скалы. Поставлю я вас сюда. Тут вы даже более-менее светитесь. Мне нужно поспать до утра. И сходить к нашему буру. Погнали. А вот и наш индигониум. Его очень много в этот раз. Получилось ровно 10 штук. И это очень хорошо. Можем идти домой и делать почётное место слайма номер один. Изготовить. Крутяк. А куда тебе поставить? Бур, уходи, уходи. Не мешайся. Ух ты, три раза ты мне подряд странный бриллиант дал. Вы представляете? Да целых два странных бриллианта. Надо будет сюда ещё один бур поставить. Это место я не буду осквернять. А вот это вот можно. Почему бы и нет? Та-дам. Правда, я не знаю, зачем эта штука. Ну да ладно. А, кстати, да. Не помешало бы прочитать описание всего этого чуда. Позволяет тебе повеснить других слаймов о том, кто занимает, безусловно, первое место среди слаймов. Иди сюда. Деда, куда ж ты дерёшься? Я ж тебя на первое место хочу выставить. А ты не хочешь? Вау, смотрите. Вот это красота. Правда, ты всё здесь запачкал. Ну вот, кто здесь первый. Подиум самого крутого слайма. Хотя, знаете, мне кажется, тут должен быть другой мой любимчик. А кто это, мы узнаем прямо сейчас. Я хочу взять кого-нибудь такого красивенького. Кого я ещё не брал. Да, вы заслуживаете это. Булавочная модная капсула. Слушайте, да они мне стали открываться всё чаще и чаще. Ну давай я тебя сюда помещу, почему бы и нет. Вау, ещё и голубая слаймовая лампа. Сколько за сегодня эскизов-то? Ты не покормлен, погоди. На, держи сердцевёклу. Вот, наш самый крутой слайм. Хотя, знаете, мне хочется по приколу поставить туда не обычного слайма, а варра. Интересно, это вообще возможно или нет? О, знаете, может он там сопротивляться будет и съест всех моих слаймов. Но ничего, на этот случай у меня есть вода. Ни разу не делал вара специально. Это очень страшная затея. Для этого нам нужен один радиоактивный и один кристальный плорт. Ну, можно и другие два вида плортов, но главное, чтобы их было два. Затем нужно избавиться от тебя. Иди пока в пещеру потусуйся. Это на время, не бойся. Я потом тебя оттуда вытащу. Смотрите, он даже красиво выглядит. Я бы тебя даже поставил на первое место. Ну ладно. Кушай, вот вар появился. Какой он красивый. Вот лишь бы покушать, да? А вот я с тобой так не согласен. Вообще, чё я ухожу? Мне нужно идти с тобой вот сюда. Да хватит меня есть. Слушай, ты меня так реально съесть можешь. Раз, два и три. Бодэч. Ой, что это такое? Мне сразу два достижения открылось. Причём одно золотое, а другое бронзовое. Раз укушен. Два укушен. Я не знаю, что это за достижение, но оно золотое. Итак, а второе достижение? Ой, лучшее из худших. Вау, тебя всё-таки можно сюда поставить? Можно.